Нам понадобится балик. Балик. Значит, берем либо балик, либо вот я скрутила полотенце, у меня получился балик. Значит, очень часто бывает, что приходишь с работы или откуда-то уставшая, и шея очень напряглась, потому что если вы целый день сидите вот с такой шеей, а голова тяжелая, она весит несколько килограмм, идет очень сильная нагрузка на все вот эти мышцы. И вы пришли домой, вам нужно расслабиться, да? Что вы делаете? Вы берете балик, кладете под шею. Сейчас скажу. Кладем под шею и просто лежим. Закрыли глаза, лежите, расслабляйтесь шею, лежите, ну начните там с двух-трех минут. Вот вы лежите, полежали две-три минуты. Давайте полежим сейчас, хотя бы минуту. Можно закрыть глаза. Не знаю, меня видно, нет? Вот так, наверное, будет удобно. Лежим, под шею подложили, лежим. Полежали. Теперь полежали так минуту или две. Если есть время, можете больше. Голову повернули направо и так же лежите. Расслабляемся. Дышим глубоко. Спокойно. Прямо опять. И наех. Возвращаемся. Опять прямо. Отлично. Поднимаемся. Вот это упражнение вы вообще можете делать каждый день без проблем. Оно клевое. Оно вот прям помогает расслабить шею. От всяких зажимов. Очень хорошо. Очень-очень-очень полезное упражнение. Сейчас еще вам покажу одно упражнение. Тоже после работы. Оно помогает раскрыть вот этот вот грудной отдел. Потому что он у нас всегда в себя. Особенно если у вас большая грудь, да. То прям вот прям вот так. И иногда вам хочется раскрыть. Есть много разных движений, которые я у себя на бодибалетных упражнениях. И в записях, и по видео, и в живых классах показываю. Их огромное множество на раскрытие вот этого грудного отдела. Но, допустим, вы пришли домой, у вас нету сил. Вы вообще ничего не можете делать или не встать. Предлагаю сделать следующее упражнение. Я его обожаю. Значит, берем валик и подушку. Вот это у меня будет валик. И вы этот валик подкладываете вот сюда. Вот видите, где у меня купальник. Вот на эту линию и кладете валик. То есть грудной отдел. Вы его подкладываете. Так. Вот так. Голову кладете на подушку. Ноги по-третьски. Пятки вместе. Носки вниз. Вот. Вытягиваем руки. И вот так вот мы лежим. Сейчас чуть повыше. И лежим так. Минут пять. Можно опять-таки закрыть глаза. Расслабить челюсть. Расслабить лицо. Расслабить все тело. И понижаемся. И вот если вы так пролежите минут пять, после того, как вы подниметесь, вы заметите, как вам намного легче стало держать спину. То есть очень раскрывает этот грудной отдел, как он у нас всегда провалит, да. Ну и второе. Можно, конечно, и руки вниз держать, да. Но если вы еще растянете вот эти руки, то у вас еще тянутся вот эта вот часть у вас вся тянется под мышками. Руки тянутся, потому что ноги даже не достают до пола, а не вот так немножко, да. То есть это тоже еще хорошо растягивает руки. Движим. Расслабляемся. И я предлагаю подниматься. Возвращаемся за стул. И вот проверьте сейчас.